Это прекрасно понимали в стане одесской команды. А мудрый футбольный стратег Симон Альтман с присущей ему скрупулезностью по полочкам разобрал игру израильтян. Но знать и уметь те же одесситы хорошо знают, что это не одно и то же. Стартовый состав хозяев пыла, в котором были задействованы сразу три номинальных хорварда, располагал к активным действиям. Гости не возражали против того, чтобы инициатива была у соперника. Да вот только с наступлением, особенно в первом тайме, у черноморца не получалось. Наставник ХПЛ Айцхак Шун тоже отнюдь не новичок в футболе. Гости очень организованно построили оборону, насытив середину поля и надежно перекрыл кислород сопернику на флангу. Справиться с таким построением нужно было, пожалуй, за счет скоростной игры. Но, к сожалению, комбинационные действия хозяев прерывались еще на подступах к штрафной ХПЛ. А вот соперник умело проводил кинжальные контратаки. Откровенно, спортивное счастье в первом тайме было на стороне черноморца. Футбольный бок помогал Виталию Руденко спасать свою команду в практически безнадежных ситуациях. А признание голкипера лучшим игроком матча в составе черноморца стало для него слабым утешением. Вряд ли можно назвать опасным удар полтавца после розыгрыша штрафного. Но чем-то другим игра одесской команды до перерыва по большому счету не запомнилась. Начало второго тайма вроде бы приободрило одесскую публику. Наконец-то появились опасные моменты у ворот Элимиреха. И Кирлик хорошо приложился со штрафного АБУ шанса отличиться у полтавца. А вскоре радостно вскочили на трибуна к зрителям, когда после передачи Шищенко Вингвинский положил мяч точно в угол ворот ХПЛ. Но празднование гола отменил главный арбитр, усмотрел в этом эпизоде положение вне игры у форварда Черноморца. Трудно сказать, насколько такое решение повлияло на хозяев поля, да вот только агрессия и осмысленная игра у хозяев постепенно стали пропадать. Эффектная соло форварда израильтян Юлича лишь в самый последний момент остановила Рубенко. Все чаще игра стала напоминать дежавю первого тайма. В очередной раз глубоко выдохнула одесская торсида после того, как Барда снова простил соперника. Но на этом одесское счастье закончилось. Исхак Шун угадал замена и на 74-й минуте вышедший вместо подуставшего Юлича аргентинец Дебруно умело разыграл двухходов кустаемой. На этот раз шансов спасти команду Рубенко не оставил. Хозяева старались спасти игру, но серьезных проблем у голкипера ХПЛ по большому счету не было.